И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Эту поговорку можно отнести к нашему герою Мирону Синякову. В свои 27 лет он учится на актера, пишет стихи, музыкальные треки и покоряет сердца россиян. Спортом Мирон занимается с детства. Мотивацией к активной жизненной позиции стало не желание иметь красивое тело, а стать сильным, чтобы защищаться. Историю своей непростой судьбы Мирон рассказал на шоу «Суперниндзя». Какой-то период меня воспитывал брат. С братом у меня тяжелые отношения были. На правах старшего брата заставлял меня делать вещи, которые должен был он делать. И это там по мой полы я не буду, потому что я знаю, что это несправедливо. Его мама попросила. Где-то доходило до драка. Готовился к участию в шоу Мирон на обычной школьной спортивной площадке. Сам придумал себе полосу препятствий, задачей которой было пройти все, не касаясь земли. И она состоит из полного круга. Вот там турник ты на нем начинаешь, подтягиваешься 10 раз и пролазишь полностью на руках вот эту всю полосу, не наступая на землю. Вот. И возвращаешься. И так три раза подряд. Сейчас такие изнурительные тренировки юноша ни к чему. Но держать себя в форме нужно. Своё утро Мирон начинает с отжиманий и подтягиваний. И всем советуют следовать его примеру. Всего пара минут и столько пользы. Но одних тренировок до вершины Олимпа не хватит. Необходима поддержка. Сосредоточенность. И, конечно, поддержка. В любом случае, без поддержки мы никто. В любом виде нужна поддержка. Как и у вас, как и у нас. И творческие люди особенно нуждаются в поддержке. Победы в спортивных и творческих состязаниях за последние несколько лет впечатляют. Различные соревнования студентов в университете. И среди них обязательно Мирон. Конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер и мисс студенчества России», на который его отправил Российский союз молодежи, принесло Мирону звание первого вице-мистера. Его видео со стихами набирают тысячи просмотров. А топовые интервьюеры страны приглашают поговорить. Финал главного спортивно-развлекательного шоу «Супер-ниндзя» не заставил себя ждать. На этом его покорение высот не заканчивается. Я буду писать треки, заниматься музыкой, надеяться, что мне напишут из кинофонда, скажут, блин, давай сюда. И буду развиваться в творчестве. Моя цель – не бросать, как бы тяжело не было. История нашего героя показывает, что никогда нельзя сдаваться. Никакие жизненные неурядицы не помешают добиться поставленных целей. Финал шоу с участием Мирона Синякова покажут уже в апреле.